Всем привет! Мы маску берем с собой сразу. Мы выдвигаемся сейчас на бассейн. Марселе тоже маску? Нет? Короче, идем мы на бассейн. Затем у нас пляж. Дети сходят с ума, мы намазались. И после пляжа у нас сегодня итальянский ресторанчик, так что оставайтесь с нами. У нас время сейчас даже не знаю. Счастливые времен не наблюдают часов. Поскольку время мы идем кушать? Поскольку время мы идем кушать, в итальянский ресторан 9 часов. Привет хоть сказала? Да. В 7 часов мы идем кушать, так что у нас до вечера еще куча времени. Ты будешь передавать? Всем, я желаю хороший день. Субтитры сделал DimaTorzok Люди зарядочку делают. Смотрите. Марсель у нас отдыхает, да, Марсель? И говорит здесь, говорит, очень удобно ему. Ну, конечно, на матрасах-то. Мы вот такую сегодня выбрали себе домик на пляжу. Спортсель будет лежать, играться, а мы пойдем покупаемся. Сегодня ветрено. Ну, довольно-таки температура, мне кажется, 25. А? А мама не найдет. Чего? Чего? Ну, как мы тебя найдем? Потому что мы знаем, где ты. Здесь домиков немного. Вот только вот раз-два-три. Три. Три домика таких. Домика. Беседочки, да. Ну, удобно. Классно. С крышей, с матрасами. Витя меня снимает, а я его. Красивая, да, вода сегодня? Да и она не сегодня, а всегда такая. Можель обрасывается с землей, ну, спустя песком. Ага, глазки попала, Соня. А Вова с папой бесится. Вы посмотрите, что делает Тузик. Он спасает Вову, типа. Машель не тушит, а Вову спасает. Тузик, догоняй Витю, догоняй Витю, догоняй Витю. Он за Вовой, да. Вова там в воде, да. Опа. А Тузик уже мокрый, Марсель. Он от нас не уходит. Ой-ой-ой. Пойдем, полежим и сахар померить надо. Вау-вау-вау-вау-вау. Классно. Как собака. Он тебя не видит. Маша, ты Тузик? Ты Тузик? Тузик в свае. Тузик в свае. Тузик 2, говорит. О, на местных какая реакция. Местных не любит. Только приезжих. Не вытащить из воды. Из тиска тоже нет. А до родителей есть все Teach's HP расстрелы. Ой-ой-ой, JO-Unu. Воу-воу поглоцила. Вот он. Надо дальше сюда выйти, чтобы вас покидало чуть-чуть. Ага, ага. Доходим, заходим. Выходим, выходим, выходим. Это Витяй прикол. Испугалась. Ой, вода теплая. Ой, классно. Еще сюда хочу. Еще сюда хочу. На 4 недель. О, хорошая волна, мы даже не заметили ее. Сейчас. О, поплыли, поплыли. Дело быстрее. О, шли. Вот сейчас, давай, становимся сюда. Чтобы нас волна выкинула. Чтобы нас выкинула волна. Вот, давай, давай, давай. Ну, что вы так далеко? Вот сейчас та вам хорошая. Вот, пойдем сюда, вот, смотри какая. Пойдем, пойдем, иди сюда, быстрее. Вот, сейчас ложимся, ложимся на волну. О, да, хорошая волна. Классно. Ребят, много кто у нас спрашивал, где спит Марсель. Как предусмотрено, где должен, по идее, спать Марсель. Здесь спит Вова. Да, это диван, кровать. Подушки убраны. Сейчас я уже приготовила постель. Видите, виду они, пожалуйста. Двигайтесь. Вот. Видите? А, она вообще не ездит. Да, да, кровать полностью ездит. То есть можно... У меня полкатит. Да. Ну, вроде как и не на полу, да? Ну, вроде как и не на кровати. Ну, вот, пожалуйста, если хотите дешевый вариант. Вот так вот это выглядит. Ну, она, наверное, как закатывается, наверное, да? Чуть-чуть туда? Да, просто закатывается. Не-не, ты можешь эту убрать, например, туда. Ага. И сюда, чтобы тот не встал на него. Ну, вот, короче, вот, да? Вот эта кровать. И нас спрашивали при чем, да? Как бы к нам приходили, спрашивали, застелить кровать к Марселю. Прямо приносили подушку, пододеяльник, постельный, все-все-все. Ну, и они тоже так были, а где же спит Малой, да? А мы сказали, нет, нам эту не надо постель стелить. Марсель отрывается с нами, он спит с нами. Кровать, смотрите, какая большая, да? Получается, с левой стороны спит Витя, посередине Марсель. И здесь сплю я. Я люблю маленькие подушечки, поэтому в основном, в основном, я вот на такой вот своей люблю спать, да? Вот. Ну, вот, в общем, я ответила вам, где должен был бы спать Марсель, и где он сейчас спит. И он так это ждал, этот отпуск, что он будет с нами спать, он может повернуться, обнять Витю, потом меня, знаете, так. И практически любой отпуск Марсель спит с нами. Вот. Но потом он также приезжает, тут соскучивается за своей кроватью и спит в своей кровати прекрасно. Все. О, пошел сахар мерить. Ты пошел сахар мерить? Да. Молодец. Вот. И поэтому он наслаждается тоже отпуском и также рад спать с родителями. Кровать очень большая, в принципе, места хватает, поэтому и мы наслаждаемся тем, что когда Марсель рядом, он спит спокойно всю ночь. И я могу буквально включить лампу. Включая лампу, я могу померить ночью ему сахар, и мне не нужно вставать, куда-то идти, что-то делать. И я высыпаюсь из-за этого тоже хорошо. Вот. Что еще хотела сказать? Спрашивали, по-моему, также у меня в комментариях, как у детей сахар. Сахар у детей хорошо. В основном, в основном у Марселя зачастую бывает низкий сахар. У Вовы немножко повыше, но все равно, все равно для того, что они практически ходят без пумпы у нас здесь. Ну, мы подключаем пумпу, мы задаем за покушать, а потом пумпы отсоединяются, они постоянно в воде, в бассейне, в воде, как бы на пляже, да. И поэтому много движения, много ходьбы, из-за этого сахар падает. И зачастую даже они могут что-то скушать, и мы им не задаем инсулин, потому что просто всегда в движении, это спорт, а вы знаете, от движения, да, как бы все падает, сахар. Вот. Поэтому, поэтому единственное, что мы здесь еще не делаем, мы приехали, как вы знаете, без сенсора на руке, и Вова, и Марсель, меряем через кровь, через пальчик. Сыночка, а это Витчика, а это Витчика пришел. Вот. Почти как сыночка. Почти как сыночка, да. Сыночка старше и выше. И без сенсора мы меряем через пальчик, что еще хотела сказать. И, и, и. А, и Марселю не ведем сейчас в дневник, не записываем сахар в дневник, потому что это как бы для нас, для себя, и чтобы времени тратить записывать, вспоминать, сколько задал, мы не ведем, по идее. Вернемся домой и начнем продолжать вести дневник, сколько был сахар, сколько он скушал, сколько мы отдали. А сейчас просто меряем сахар, из этого отталкиваемся и отдаем ему за еду. Марселю. Вова все делает сам. Все, он уже давно все делает сам. И, 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 и. Вот и все, что я вам хотела сегодня показать и сказать. Да, мы пришли в итальянский сейчас ресторан покушать. Смотрите, мы возле бара, возле бассейна сидим. Красота такая, и пальмы вокруг. Здесь буфе, получается, самим можно набирать, что хочешь. Ну, смотрите, все по-итальянски. Все пиццы разные, да? Они очень вкусные, мы знаем еще с того года, да? Здесь супчик. Сразу пицца делается на месте. Вообще просто супер. Здесь можно пиццу или овощи, помысл, какие-то запеченные, да? Запеканки, да? Пельмешки итальянские, спагетти с сырком. Все вам насыпают, наливают. Все готовится прямо вот, прямо на глазах. Видите, он сковородочками у него. Он порционально сразу накладывает, если хотите. Смотрите. Или можете сами себя обслужить, допустим, здесь. Лазанья. Лазанья сделаны не как мы делаем, а другого немножко. Но прикольно. Здесь у нас все на салаты. Закуски очень хорошие. Особенно интересно мне, смотрите, чесночок. Сейчас я вам с другой стороны его покажу. Вот эти бутербродики такие с ананасом, с колбаской. Ой, я с ананасом говорю, с апельсином, господи. Вот там бутербродики, соусы разные, оливки. Смотрите, какая красота. Вот чеснок второй раз тут вижу у них. Мне интересно. Я не пробовала и даже не хочу что-то. Но вот интересно приготовлено. По-моему, с суевым соусом. Бутербродики. Можете сами мазать себе сухарики с их помазками. Супер. Вот так вот выглядит. Свет притускленный на вечер сделали. Тусклее, да? Здесь вот сыр пармезан. Добавки всякие. Орегано. Это орегано, да? Соус. И вот он делает сковородочку. Видите? Пойдемте посмотрим дальше. Здесь приборы, салфетки. Здесь также пицца. Видите, он разрезает сразу готовый раз и дальше. Пицца очень вкусная, вот правда. И здесь вы можете также соки. Спрайт, фанта. Кофе, капучино, автомат, молоко и так далее. И тому подобное. Чаи всякие. А здесь все сладкое. Смотрите. Очень вкусные дыньки. Арбузики очень сладкие здесь. Друши не пробовала, не знаю. Смотрите. Ножечки. Все так закрыты, да? Прикрыты в чехлах. Тарелочки. Ребят, смеяться будете на наши крепли или пышечки. Просто с сахаром. Это такое, как фрукты просто, да? Такие фрукты. Сладкие, как вот есть. Маринад сладкий, да? Такое. Пироженки. Пироженки. Еще раз пироженки. Ананас и дыня очень сладкие. Арбуза сейчас здесь нет. Арбуз был у нас на обед, но очень вкусный был. Ну все, пойдемте кушать. Ребят, еда очень вкусная. У меня сейчас, смотрите, пицца с тунцом. Марсель поел вообще чуть-чуть и все, он больше не хочет. Так что мы сегодня будем с вами прощаться. Тем, кто кушает, сейчас с нами приятного аппетита. И также спокойной ночи. Всем пока-пока.